сергей владимирович верно а кто это а менять сергей николаевич зовут из компании смс финанс беспокоит вас вон они что за то обычно туда девушки звонят что думали что одни девушки просто название такое сопутствующая женским там вот этим вот проблемам пмс финансы я так думал что мужикам люди там но не место но хотя смотря какое настроение у мужчины какие наклонности ладно слушал а что такое я понял вас и вашу позицию в общем этом плане нет а наша какая позиция да нет причем здесь моя позиция моя позиция совершенно объективно я стою такой окошко подглядываю вот моя позиция на мире я окошко поглядывать а понятно а задолженность то когда вы будете выплачивать может хватит уже в окошечко посмотреть задолженность какую задолженность ну вы помните вы в нашей компании вообще-то займ брали и неоднократно вообще пользовались я смотрю а вы не можете ошибаться у ни одних документов нет вот этой пмс финанс никаких что за пмс финанса смс финанс а так вот почему вы подумали что девушки должны работать смс финанс сергей владимирович смс финанс здрасте здрасте пожалуйста а весело получилось но это извините не моя этот коламбур получился благодаря вашему произношению уж тут извините примите но надо было внимательнее слушать сергей я могу с вами поспорить надо было говорить вот это так ну ладно давайте это сошлемся на телефонные вот эти вот проблемы давайте полетели ага так что там у нас вашем пмс ой простите смс финанс тоже кстати говоря ни одного документа нет у меня задолженность у вас образовалась сергей владимирович вы юморист вообще я смотрю вы меня без одежды еще не видели так что там что у нас вы мне говорите я натуральская увлекаюсь а мне говорите стоп все будет хорошо ну типа того слышите ну вы мне прям настроение подняли вот честное слово молодцы да 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 побольше бы таких вот действительно позитивно а вам чё вам чё встречаются чаще неудачники в жизни ой-ой-ой-ой неудачниками я их не назову ну а как злые люди так так скажем о чем их злость а может быть это вы право целите понимаете в жизни же существует закон бумерянга как ты относишься к миру так и миг тебе относится это же закон незнание закона как говорится не освобождает от ответственности правильно понимаете на белом свете не первый день живут наблюдаю за всем происходящим еще я так могу сказать если хочешь чтобы она вокруг тебя изменилась измени отношение к этой обстановке вот когда никогда не эксплуатировать слова проблема гораздо правильнее эксплуатировать слова задача тогда фатализм слова проблема пропадает и возникает нет давайте 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 я вам говорю ой-ой-ой говорю вам говорите мне что да 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 простое заклинание да 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 и я сразу передачу да понял вас хорошо сергей владимирович да позитив действительно получил я у вас 99 дней по просрочке вы знаете помните наверное да по поводу этого всего дела это не проблема и даже не задача нет документов а скажите напомните я вот в этой вот на потоке информации я только услышал пмс а имя ваше забыл простите конечно как вас звать как мне к вам обращать сергей николаевич сергей николаевич да точно вы так и сказали сергей николаевич дело в том что нет ни одного документа это для вас преграда то какая-то нет это не преграда это наоборот разрушает все преграды и даже это не задача теперь дело в том что я натуре увлекающиеся как вы заметили и я последние вот несколько месяцев увлекся вот такой юриспруденцией что ли да и посмотрел что в законах о банках и банковской деятельности вот есть такой знаете такое положение что любое любого знаете вот отношение деньги дал взял должно подтверждаться вам осталось прочитать про договор аферты я тоже я кстати тоже задумался на эту тему думаю так аферта все таки аферта а что тут аферта заключается когда кто-то кому-то оказывает услугу но ни в коем случае не передает деньги в долг то есть и многие недобросовестные недобросовестные послушайте многие недобросовестные ростовщики они эксплуатируют этот момент в надежде на то что люди не соображают ничего вот и думают что договор аферты может каким-то образом ну скажем так смутить именно долговая расписка закон смотрите как гордо звучит закон о банках и банковской деятельности еще там добавили микрофинансовых организациях подразумевает лишь только одно что должна существовать долговая расписка с подписями двух сторон не электрическими подписями не электрическими в любом случае он вступает в силу к сожалению с момента передачи денежных средств понимаете вы уже поняли наверное человек позитивный и на меня вот этот груз не ляжет он мимо бухнется только брызги будут и все они меня поражают да ладно сергей владимирович да вам в любом случае удачи я как бы вашу позицию уже в самом начале разговора понял вы проникательный человек работаете не там где положено мужику нормальному работать не ну правда от души сергей николаевич честно что туда залезли что рук ног нет мозги по-моему есть это важно да тут пмс финанс вы думаете только мне это слышится очень многим моим коллегам слышится пмс финанс мужской голос пмс финанс а я знаете я активный такой спортсмен и человек жизнерадостный я сегодня кстати 140 от груди пожал представляете 140 от груди пожал а у меня очень много моих друзей и они тоже меня слушают по что у меня несколько высших образований точнее 3 и они мне считают и люди там я говорю ребят я тут задумался еще вот у меня тоже есть в этом пмс видит и наверно мы не будем платить потому что вот потому что я вам сейчас я сказал почему верят мне верят стадный эффект что один сказал другие они я аргументирую я же не говорю как вот знаете это вращительно как раз на политике запугивания банков вот этих м форсах коллекторов там всяких недостойных они рассчитаны что народ это стадо незнание их крак формирует вот устойчивая вот это вот как стадо овцы идут их за ноздри тащат стригут они потом идут эту травку жуют им говорят раз ты жуешь нашу травку ночь мы имеем тебя право стричь все глупости так это же как в одну сторону так и в другую же сторону может повернуться правильно пока чем я рискую но объясните мне чем я рискую с чем пойдете вы в суд с электрической подпись ну с тем ни одной бумажки нет вы же человек-то умный должны понимать последствия правильно ну так вот я и спрашиваю может быть я что-то упустил а какие могут быть последствия 90 и закончен слава богу хотя в 90 я себя очень хорошо чувствовал нет если на самом деле если вам в дальнейшем не нужны никакие никакие ипотеки и так далее то-то легко как бы меня уже не понимаете у меня есть своя квартира автомобиль а нет ну конечно каждый должен учитывать этот момент и это выбор каждого человека если ему не нужны и он согласен в определенной степени года на три на четыре пожить без кредитов но я считаю что это хороший стимул жить по средствам понимаете вот это вот телевидение нас застряло извините за выражение курорты показывают шубы да 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 вот эти машины хочу хочу телефон вот этот айфон седьмой елки-палки найди возможно сейчас он в интернете я знаете сколько в интернете зарабатываю у меня в ютюбе канал свой я в мае начало вести да а вы посмотрите а как называется а компания алиам канал кузнецова дмитрия алиам наберите алиам я там по творческим псевдонимом гирпес адольфович ну там много да да прям запишите канал кузнецова дмитрия а я пишу пишу уже да да зайдите прям сейчас я этот ролик тоже выложу но вы займете почетное место в хорошем смысле слова вы нормальный мужик спасибо большое не 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 серьезно это один из самых популярных я занял мне недавно у меня один ролик набрал более 500 тысяч просмотров занял первое место на ютюбе по количеству просмотров за полгода вот мне позвонили говорят мы вам можем грамоту выслать я смеялся выслите мне денег а вот говорю и вот лучше а зачем же тогда вот раз ты такой успешный удачный человек зачем же вообще какие-то там микрозаймы берете для опыта да было дуй дуй блаш 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 не но давайте так давайте так давайте по-честному вот мне хочется вам вот единственный вы у меня более 700 роликов там выложено вы единственный человек кому я сейчас скажу правду кому вы звонили буду признателен кому вы звонили сергей владимирович это не он это гипец адольф вы звездой стали но вы не беспокойтесь вас ругать не будут комментарии конечно там на всех этих а вас будут хвалить будут говорить что хорошо все вот вы попали на канал кузнецова дмитрия компания аля вот сейчас вас со страшной силой но я так понимаю трюлят да интересно но я на самом деле первый раз вообще в такой можно сказать поясок это расстояние от пизды до жопы да друзья ну закон то за концовочку извините конечно но не удержался понесло чуть-чуть герпеса адольфовича я думаю у меня простите и вам весело было тоже значит ну что в описании ролика выпускаемся если кому это интересно смотрим наш сайт кому надо под юридическую защиту а подписываемся на канал кто этого еще не сделал ставим лайки огромная просьба делиться в соцсетях тот самый репост я о нем говорю что всем хорошего счастья и здоровья финансово благополучия вам и вашим близким до свидания